В Костанай перебои с поставкой социального сахара, из-за чего полки в супермаркетах пустуют. Дефицит сложился после того, как в регионе ввели предельную стоимость на сахарный песок, который гораздо ниже той цены, которая установилась на рынке. Продавать себе выбыток предприниматели не хотят, а сахара из стабфонда на всех не хватает. Нина Шапо разбиралась, почему костанайским предпринимателям нынче приходится не сладко. Не густо. Так сейчас выглядят прилавки с сахаром в кустанайских супермаркетах. А почти неделю его вообще не было. Всё дело в том, что после того, как ввели предельные цены на ряд социально значимых продуктов, в том числе и на песок, предприниматели вынуждают торговать себе в убыток или же им грозят штрафы. Оптовая цена на сегодня сложилась на 30 тенге дороже той стоимости, по которой Акимат дал указание продавать бизнесменам. Со стабфонда сахарный песок супермаркетам выделяют, но мало, из-за чего и складывается дефицит. В стабфонде можно взять, если бы нам его там давали. То есть неделю назад у нас сахар закончился, затем где-то в пятницу нам привезли на наши 7 магазинов, на нашу сеть 10 тонн. На сегодня у нас осталось 4,4 тонны. И больше нам сказали, что сахара нет. В то время, как у одних заканчивается сахар, в других торговых точках приходится выдавать его лимитировано. Наплыв был покупателей, да. Но мы ограничили, конечно, продажу сахара. Ведем разъяснительную работу с покупателями. Они с пониманием относятся. Если в этой торговой сети, по словам руководства фермы, с поставкой сахара нет перебоев, то в другой он уже на исходе. И через пару дней вообще закончится. В Акимате же поспешили заверить, что дефицита нет. В конце января сахар со стопфонда поступил в торговые точки в размере 60 тонн. А в феврале дополнительно отпущено еще 30. Продукция поставляется согласно поданной заявке с администрацией крупноторговых объектов. Ну, там, значит, время уходит, наверное, и на логистику, выборку. Это же тоже определенное время занимает. Поэтому за действия администрации торговых объектов я не могу комментировать. Но при, еще раз повторюсь, при подаче заявки отрабатывается и продукция поставляется. Между тем, на рынках и в мелких магазинах сахары реализуют по рыночной стоимости. Никто торговать себе в убыток не хочет. Покупатели возмущаются, но в Акимат поступают только анонимные жалобы. А чтобы провести проверку, нужно написать официальное обращение.